Слава Украине! Привет всем от Павлонского! Вслед за арестом Гиркина, вот этого вот Дыркина-Пыркина-Мыркина-Шмыркина, который террорист, да, могут покатиться головы остальных ему подобных персонажей. Давайте только вспомним, как воет некий Калашников, некий... Ха, некий. Царев нам хорошо известный взвыл, высоким фальцетом. Пищит из-за какого-то там кутка Паша Губарев. Помните? Народного дегенерата, ой, губернатора этого в Донецкой области, да, который там бегал в 2014 году, верещал на всех митингах рашистских. Вот вся эта публика вшивая, она вдруг ни с того ни с сего почувствовала себя в опасности рядом с Путиным. После ареста Дыркина-Пыркина-Мыркина-Шмыркина-Тыркина-Гиркина. Да, вот этого, значит, взяли, ну и этого Жгубарева тоже взяли, правда, отпустили, быстро объяснили ему, что никто зовут его никак. И пускай, значит, сидит на... очень тихо и не вякает, куда не надо. И они все очень сильно взгрустнули. Они поняли, что в их услугах Кремль больше не нуждается. Ведь реально, вот раньше, когда Гиркин-Дыркин-Пыркин-Мыркин-Шмыркин гнал волну на Путина, на того же, да, все удивлялись. Ну как он, как он, зараза, он остается без наказания, никто его не трогает. Вот тут бац и закрыли, да, все, значит, поменялась политика. Хотя этот товарищ больше никому не нужен. Этот клуб, как они там, рассерженные патриоты или поганцы, или кто они там, эти тоже никому не нужны. То есть оказалось, что вот эта вся их мега-патриотическая надстройка зависла в воздухе просто потому, что они теперь ходят под угрозой ареста. А вот этому Гиркину-Дыркину-Мыркину-Пыркину-Шмыркину вообще грозит 20 лет за то, что он там наговорил. То есть, ну сейчас так говорят, по крайней мере, что 20 лет ему светит статья. Все это к вящему неудовольствию ура-патриотов российских, которые, их немало, которые поддерживают именно вот этих персонажей, которые считают, что именно вот такой метод ведения тотальной войны, который предлагает вот эта публика, она правда и правильная. Ну я скажу, что тут все что угодно может произойти. Дело в том, что мы же не знаем, вот я, кстати, много раз говорил, что если переворот и будет, его возглавлять, конечно же, будет не вот этот Гиркин-Дыркин-Пыркин. Конечно нет. Это жупел. Он просто жупел. Это говорящая голова. Точно так же, как и дурачок Паша Губарев. Помните этот Царев Олежа, который двух слов связать не умел? Помните, на каждый вопрос, во-первых, у него дислекция, видимо, или как это называется, когда человек не в состоянии понять заданного ему вопроса. И он, когда его что-то спрашивают, он всегда не врубается, что ему говорят. Он говорит, что? Ему второй раз то же самое. На второй раз, о, хотя бы половину слов понял в предложении. Ну ладно, попытаюсь ответить. Ну и ответы были такие же, да. Вот. Вот эта публика вся, она сейчас, конечно, в печали. Но переворот должна была возглавить, конечно же, не она, а те люди, которых не видно, те люди, которые где-то там за кулисами стоят. И вполне возможно, что переворот будет. То есть мы, тут же мы очень многих вещей сейчас не видим. Так что, если Путин думает, что он вот это арестовал парочку вот этих неуемных мегапатриотов, скажем так, и он сейчас сидит в безопасности. Нет, он не в безопасности. Кстати, он в этом отдает отчет, поэтому из бункера он вообще, вы видите, сейчас не выползает никуда. Там двойника, тройника куда-то послал на открытие какой-то остановники или там коровника где-то. Все, больше ничего. Двойник и тройник сразу убегают назад. А он сам даже носа никуда не кажет, он даже не появляется на территории Кремля, что там говорить. Он сидит все время под землей. Кстати, вот это, видимо, очень серьезно отражается как на его внешнем виде, так и на его сознании. То есть он совершенно не в адеквате. В любом случае, на России сейчас тот же самый Путин пытается, знаете, создать эдакий аналог 37-го года. Или нет, не аналог 37-го, а попытаться создать у людей такое впечатление, у его граждан, его, так сказать, страны вот этой вот помойки, что у них 37-й год и такой великий, могучий, страшный Путин может их всех арестовать. Но, одно небольшое оно. Дело в том, что Сталин тот действительно мог создать такой антураж, его действительно боялись. Путин, ну это никак не копия Сталина, это комично скорее, выглядит по-дурацки, да. Он выглядит как какой-то шлепер, который надувает щеки, и при этом, он же еще за ним тянется вот этот воровской шлейф, он все украл. У него это Кабаева все украла, Шойгу воровал, Ямар Ирасима все стырил, Ротенберги вообще все дотырили, эти кто там, ну все, они просто все все тырят. Да, и он, он, он выглядит как просто проворовавшийся какой-то бандюган, почему как, он и есть, который дорвался до власти и страшно боится, что его оттуда скинуть. Вот, собственно говоря, и все, что он из себя представляет. Это, конечно, люди видят, и несмотря на то, что вот, казалось бы, он сейчас зачищает вот правый фланг, левый, навальнят, зачищает вот этих вот дыркиных, пыркиных, мыркиных, шмыркиных зачищает, да, и уже с ними. Это просто показывает, что он боится, он страшно боится переборота, он страшно боится покушения на собственное драгоценное здоровье, и вообще он боится всех и вся, иначе он показывался бы в миру, скажем так, не на экране телевизора, а лично ходил бы. Но видите, он всех и вся боится, так что нас, нас еще ждут, очень интересное событие, которое, возможно, переведут к изменению карты России. Увидите, Россия без Путина, это будет интересно, даже без названия Россия.